Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я расскажу о том, как правильно, а значит красиво, снять видео на телефон. Задача амбициозная. Вовгики этому учат пять лет, правда там не телефоны, а реды, но это не важно. У нас есть три минуты, так что поехали. Первое основное правило вы снимаете только горизонтальное видео. Горизонтальное видео это унифицированный. Форматы и исключения лишь подтверждают правила. Второе вы снимаете под монтаж, то есть мыслите не одним кадром, а совмещением двух и более кадров. Для человека естественно, если он берет камеру, начать ходить с ней, крутить во все стороны, словом пытаться зафиксировать реальность, как фиксирует ее человек. Мы можем крутить головой, подходить, отходить и так далее. Кажется, что так должна делать и камера, но это получается ужасно. Хорошие наезды, отъезды проводки делаются с телегой или хотя бы стадикамом. Если этого нет, снимать нужно статичным кадром. То есть, если вы хотите показать, что девушка смотрит телевизор, нужно взять общий план, потом кадр на телевизор и опять крупно на девушку, и потом совместить все это на монтаже. Я сейчас делаю постановочное видео с условным актером и моделирую реальность. То есть, сейчас у меня девушка встанет, уйдет в другую комнату, я проведу ее камерой опять на общем плане. На самом деле, в документалистике происходит то же самое, просто оператору нужно быстрее ориентироваться, действовать по ситуации, но мыслить нужно также монтажными фразами, то есть, стыками кадров. И тут пора сделать первую оговорку о принципах монтажа. Сформулировал их Лев Кулешов. Это было давно, но и принципы эти вечны просто потому, что они логичны. Если их узнать, кажется, что по-другому просто нельзя снимать. Однако, если их не знать, вы постоянно будете совершать ошибки. Например, классический принцип восьмерки. Если вы показываете взаимодействие двух людей, например, диалог, то нельзя переходить с камерой воображаемую ось их взаимодействия. Вот два человека, вот ось взаимодействия. Камера должна располагаться только с этой стороны оси. Тогда кадры по переменам будут выглядеть так. Разговор двух людей, которые смотрят друг на друга. Если вы перейдете ось, это будет разговор двух людей, которые смотрят в одну сторону. Кажется, что это удивительно просто, но пока этого не знаешь, постоянно совершаешь ошибки. То же правило распространяется на взаимодействии человека и объекта, но уже не так жестко. Теперь по планам съемки. Кулешов выделял шесть планов по крупности, начиная с деталей и заканчивая дальним планом. Мерилом выступал человек в рост. И сформулировал принцип, что гармоничный монтаж осуществляется через план. То есть, если вы берете крупный план, то следующий кадр, если вы хотите, чтобы было красиво и без рывков, должен быть второй средний. Может показаться надуманным, но это работает. А мы возвращаемся к девушке. Вот она пришла, села за работу. В реальности, прежде чем она приступит к работе, может пройти куча времени и смотреть на это неинтересно. В съемке мы можем взять пару деталей, описать рабочее место, можно взять опять крупный план на лицо, и вот она уже начинает работать. Детали интерьера, просто какие-то кадры окружающей реальности, не относящиеся напрямую к процессу, в телевидении называют перебивками. Документалисты не любят этот термин, но перебивки снимают. Ими всегда можно заткнуть дыры на монтаже. Вот девушка работает. Понятно, что нужно дать кадр на руки. Тут нужно соблюдать принцип монтажа по фазе движения. Если на общем плане рука пошла вниз, на крупном она должна продолжить это движение. Если на общем плане солдаты маршируют с левой, на крупном они должны продолжить движение с левой. Это важный принцип, но его нарушают часто даже профессиональные кинематографисты. Однако подсознательно зритель всегда чувствует эту ошибку. Это разрывает слаженные действия. Ну и все, мы продолжаем снимать девушку за работой. Так как это цифра, а не пленка, можно снимать лишнее, на монтаже все отрежем. Лучше пусть останется, чем не хватит. И сейчас я очень быстро все отмонтирую. Монтирую я в шоткат. Это бесплатный, вполне сносный видеоредактор. Мы делали скринкаст о нем, посмотрите, там все предельно просто и понятно. Сразу скажу, что монтировать в телефоне нельзя. Это запрещено Женевской конвенцией. Это очень неудобно и в любом самом хорошем и дорогом видеоредакторе вы потратите на монтаж в 10 раз больше времени, чем на десктопе в бесплатной программе и результат будет в 10 раз хуже. Это нужно просто принять. Собственно то, что я вам рассказал, это описание принципов монтажа. Их 7, в другом изводе 10. Их нужно знать и соблюдать и тогда у вас получится снять отличное видео. Попробуйте, снимите 2-3 зарисовки с соблюдением этих принципов и вы поймете, что вы уже не сможете их нарушить, снимая селфи, вечеринки и все, что вы обычно снимаете. А какой будет результат? Это уже будет продукт, а не хоум-видео. Все, любите друг друга, снимайте друг друга, ну в смысле снимайте видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok